МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телерадиокомпания ГРТ. Программа «Обсуждаем вместе» и я, ее ведущая, Ирина Кара. Всемирные игры юных соотечественников – международные спортивные соревнования среди детей России и юных соотечественников, проживающих за рубежом. Игры являются одним из наиболее масштабных ежегодных проектов для молодежи русскоязычной диаспоры зарубежья. Седьмые Всемирные игры юных соотечественников проходили в Москве с 12 по 18 июня, и в них принимали участие и наши спортсмены. Хочется отметить, что первые Всемирные игры юных соотечественников прошли в 2015 году в Сочи и были посвящены 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Проводились игры в Казани, Ханты-Мансийске и Москве. И каждый раз игры превращались в праздник дружбы, спорта и новых знаний. Сегодня о том, как проходили эти соревнования, какие эмоции получили наши спортсмены, мы поговорим с начальником управления молодежи и спорта Сергеем Георгиевичем Стайногло. Сергей Георгиевич, я вас приветствую. Вы практически сегодня мой соведущий. А также у нас в гостях Святослав Афанасьевич Монстралы, руководитель делегации. Здравствуйте. У нас в гостях Юрий Афанасьевич Бабогло, тренер по волейболу. Здравствуйте. Добрый день. А также юные спортсмены. Это Владислав Иварлак. Здравствуйте. Здравствуй, Владислав. Киризи Станислав. Станислав, приветствую вас. Марина Язаджи. Здравствуйте. И у нас также Ксения Янокогл. Ксения, приветствую вас. Уважаемые участники, я вас благодарю в первую очередь за то, что вы на таком высоком уровне представили ГГУскую автономию на этих соревнованиях. Но для начала я хочу попросить вас, Сергея Георгиевича, рассказать о том, как, на ваш взгляд, пришли эти соревнования, и что для вас значило участие в этих соревнованиях. Здравствуйте. Хотел бы начать с того, что участие команды из ГГУЗИ в всемирных играх соотечественных, которые проводятся в Российской Федерации, они для нас уже становятся традиционными. Уже второй год подряд команда из ГГУЗИ приглашается участвовать в этих соревнованиях. Является организатором, и кто приглашает нас, это Российский Центр науки и культуры Республики Молдова. Эта организация, она взяла на себя все расходы, связанные с участием наших спортсменов в этих соревнованиях. Участие наших спортсменов в этих соревнованиях показало, что нашим детям это очень нравится, они очень впечатлены той спортивной атмосферой, которая царила на соревнованиях. И, конечно же, те высокие места, которые наши ребята занимают, их, наоборот, больше подстегивают и вызывают желание еще участвовать в них. Вы сами в Москву не ездили? Я не ездил, но у нас есть достойные наши представители, которые представляли ГГУЗИ. Это Святослав, главный специалист Управления молодежи и спорта, который был руководителем делегации. Он организовал совместно с тренером Юрием Афанасьевичем Бабогло. Это тренер по волейболу детской юношки спортивной школы села Копчак. Команда девочек с Копчака у нас ежегодно является призерами, чемпионами были в Республике Молдова. Среди девочек и многие воспитанницы Юрия Афанасьевича уже участвуют во взрослой волейбольной команде, которая достойно представляет ГГУЗИ, село Копчак, высшей лиги женского чемпионата Республики Молдова. Ну, а также были наши мальчики из Вулканевской спортивной детской юношкой школы. Ребята ежегодно занимают высокие места и чемпионами, и призерами чемпионата Республики Молдова. Тенер Тюрли Сергей Константинович. Ну и наши теннисисты. Теннисисты, команда из девочек, одна девочка, это, я зазюю, Марина. Авдорма, да? И Дмитрий Лозов. Они представляют спортивный клуб «Антарис», село Авдорма. Тренер Николай Мелентий, президент клуба Иван Харлампевич Саранди, он также является и президентом Федерации настольного тенниса. Сейчас об этом все мы поговорим. Ну и я хотел бы еще представить нашего шахматиста Владислава Иварлака. Это чемпион Молдовы 2022 года. Он являлся участником чемпионата мира по шахматам своей возрастной категории, которые проходили в прошлом году в Грузии, в городе Батуми. Отличная команда. Светослав Афанасьевич, расскажите, пожалуйста, вот когда появилась впервые эта информация о том, что вы все-таки поедете на эти соревнования, на эти сборы, на эти игры, как вы отреагировали на это? Я отреагировал очень положительно. Сергей Горьевич мне позвонил, предложил. Я согласился. Для вас важно было собрать хорошую, подготовленную команду, для того, чтобы представить нашу автономию на высоком уровне? Да. Почему? Почему? Ну, почему важно? Ну, нужно было показать наших ребят на всеминых играх, какие способности у них. Они очень старались, они подготавливались к этому очень долгое время. Получается, вы находились в Москве почти неделю, да? Да. Как добрались? Все нормально, да? Да, мы добрались с самолетом. С пересадкой? С пересадкой в Ереване. Мы прилетели в Москву, нас встретили, отправили в отель. Поселили, заселили. Десять. Десять детей, и вы два взрослых? Да. Двенадцать всего было. Ну, справились на… Отлично. Сергей Георгиевич должен здесь оценку поставить. Я как модератор не имею права, но как… Да, мы оценили работу руководителя и тренера на отлично, потому что я по лицам, по глазам детей видел, что они были очень впечатлены, очень довольны. Ну, и, конечно же, я не хочу сильно их хвалить, но действительно наши дети очень дисциплинированы, очень ответственные. Они понимали степень ответственности, что они представляли Гагаузию на таком высоком уровне. Поэтому хочу сказать, что и руководитель, и команда себя проявили на оценку отлично. Следующий вопрос будет адресован Юрию Афанасьевичу Бобоглу, который у нас является тренером по волейболу. Скажите, пожалуйста, Юрий Афанасьевич, как вы выбирали своих деток для участия в этом турнире? Когда узнали об этих соревнованиях, что почувствовали? Расскажите. Ну, это уже у меня не первые соревнования, это вторые. Я и в прошлом году был на этих соревнованиях. Первый раз увидели, что, да как, как нужно готовиться. И в этом году у меня трое девочек, которые заняли третье место по республике Молдова, сборная Гагаузии, как считалось, дворная Четбунского района. И я отобрал этих девочек туда, в Москву. Они показали себя хорошо, выступили достойно. И мальчик тоже хорошо справлялись со своими задачами. А в первый же день все было супер. Я им сразу дал понять, что больше знакомства со всеми. И они в первый же день начали знакомиться и с монголами, и с казахстанцами. Очень сдружились там со всеми. На ваш взгляд, вот такая вот дружественная обстановка должна быть на соревнованиях? Конечно же. Не должно быть открытое соперничество? Это делается только и для этого, чтобы все страны друг с другом сдружились, рассказывали о своих обычаях, о своих традициях. И детки между собой тоже, чтобы они больше разговаривали, общались. Юрий Афанасьевич, если вот вам задавали бы вопрос, или задали бы, допустим, вопрос, расскажите, пожалуйста, о своей гагузской автономии, что бы вы в первую очередь рассказали? А я уверена, что вас спрашивали, откуда вы. Ну, я пытался объяснить как-то, что у нас есть своя автономия. Это как Приднестровье. Приднестровье они все знали, вот Гагузию многие не знали. Ну, я пытался, что у нас есть свой язык, что мы больше похожи на турков, наше происхождение от турков больше. Но мы только православные, да? Да. Вот и все. Но заинтересовывает эта информация всех несколько? Ну, рассказывал, что у нас... Традиции, обычаи? Обычаи у нас немножко, что мы богаты немножко виноделием. Есть собственные там тоже, как Баур, как Каурма, тоже я немножко взял с собой, угостил многих там тренеров, как обычно. Это очень правильно, потому что мы должны тоже показать, что мы... Гостеприимный. Гостеприимный, дружественный народ. Итак, следующий мой вопрос будет адресован вам, Станислав. Вы у нас капитан команды, вы волейболист. Вот расскажи, пожалуйста, когда тебе предложили участвовать в этих соревнованиях? Что ты почувствовала и когда ты узнала об этом? Я вообще обрадовался. Я хочу попросить передать микрофон. А, у вас есть петличка, да? Да. Ну, можете его продержать у себя уже, потом передадим дальше. Рассказывайте, пожалуйста. Я вообще был удивлен. В первый раз взяли куда-то, кроме Молдовы. И как? Родители как отреагировали? Мои родители тоже были обрадованы. Родственники тоже обрадовались. Какие напутствия говорили? Что мама говорила с папой? Это мой сын. Горжусь тобой. Продолжай так же заниматься. Первый раз ты куда-то выезжал на соревнования? По Молдове обычно только было. А за рубеж, за границу получается? Это в первый раз. Впервые. Если будет еще когда-то такая возможность побывать где-то, с радостью согласишься? Конечно. Выезжать в другие страны, показывать свои умения. Могут потом взять какую-то другую команду, играть. Только нужно стараться и показывать все лучше и лучше результаты, так? Да. Скажи, пожалуйста, вот друзей нашел? Друзей, конечно. Обменялись контактами? Общаетесь? Да, до сих пор общаемся. Это монголы, турки, казахи есть. Находили в разговоре, может быть, одинаковые слова, когда общались? Да. Параллель проводили? Мы их чему-то научили, они нас чему-то научили. И сейчас общаемся. Большое спасибо. Если можно, я попрошу вас передать аккуратненько микрофон Владиславу. Осторожно сзади. Да. Спасибо. Владислав, насколько я понимаю, ты один из самых маленьких участников. Маленьких по возрасту, я имею в виду. Вот первый раз летал на самолете? В Грузию летал. Ты уже, оказывается, и в Грузии побывал. Ну-ка, расскажи, пожалуйста, нам о том, в каких странах ты был и в каких соревнованиях участвовал, Владислав. Я был в Румынии в шесть лет на турнире по шахматам. В Болгарии был год назад. В Грузии осенью. И был в Москве. Ты занимаешься шахматами, да? Да. Ты у нас шахматист. Скажи, пожалуйста, в школу ходишь уже? Да. В каком класс? В какой класс перешел? В пятый. Уже в пятом классе? Да. Значит, ты шахматами занимаешься довольно-таки давно? Да. А почему именно этот вид спорта ты выбрал? Кто тебя туда привел? Папа. Папа решил, что ты должен заниматься шахматами. Но тебе самому нравилось? Да. Я еще и футболом занимаюсь. Ага. Ты вообще у нас практически всю стезю спортивную забираешь. Я видела сейчас, что тебя сюда к нам в телерадиокомпанию привела мама. И есть у тебя младший братик, так? Да. Вот младший брат шахматами занимается? Занимается в Кирсеве. Открылся где-то полгода назад клуб. Туда ходит. То есть у вас уже семейное такое занятие шахматами? Да. Скажи, пожалуйста, теперь мне, какое место ты занял на этих соревнованиях в Москве? И какие были твои соперники? Я занял в Москве третье место. Соперники были сильные. Видно было, что они тренировались перед турниром. Но ты все-таки оказался сильней. Да. Скажи, пожалуйста, еще, Владислав, такой вопрос, чтобы мы точно знали. Планируешь ли дальше заниматься шахматами или хочешь уйти больше в футбол? Планирую шахматами заниматься дальше. Это твое любимое занятие и хобби? Да. Я желаю тебе успехов. Большое спасибо, Владислав. Микрофон можешь пока придержать у себя. Сергей Георгиевич, я бы хотела, чтобы вы более подробно рассказали нам о Владиславе. В каких соревнованиях он участвовал. Вы знаете информацию про каждого ребенка, насколько я поняла, довольно-таки подробно. Поэтому хочу попросить еще вас рассказать о Владиславе нам. Ну, о Владиславе можно много говорить. Он у нас является воспитанником Камрадской шахматно-шахматного клуба, руководителем клуба Чешмиджи Андрей Константинович. Ребята за три года, сколько функционирует наш шахматный клуб, уже успели в Республике Молдова показать себя с наилучшей стороны. Вот Владислав, я уже говорил, в прошлом году был чемпионом Республики Молдова и выезжал в составе сборной Республики Молдова на чемпионат мира. Также они главным управлением в 2021 году ездили на турнир шахматный в Румынию, в город Костанца. А в прошлом году мы их два раза, ребят наших шахматного клуба, отправляли на очень сильные такие турниры в Болгарию, в город Приморска, где ребята в июне месяце и в сентябре месяце выступали очень сильными шахматистами со всей Европы и где ребята очень себя достойно проявляли, показывали результаты и участия и в этих турнирах, и в данном случае в турнире, который проходил в Москве. Я смотрел таблицу, у Владислава довольно-таки высокий рейтинг, 1300, сколько у тебя баллов? У меня есть рейтинг по обиду, по облице и по классике, по классике 1400. Вот по классике у него 1400, но я когда смотрел результаты выступления шахматистов, у Владислава был на третьем месте, те, которые на первом, втором, у них очень высокий рейтинг, но те, которые заняли четвертое, пятое, шестое место, их рейтинги были выше, чем у Владислава, но Владислав своим умением, своими знаниями показал, что шахматный клуб у нас довольно-таки сильно воспитывает спортсменов. Умничка, молодец Владислав, ты достойно представил нашу автономию на этих соревнованиях. Мы желаем тебе удачи. Сергей Георгиевич, мы пропустили еще, не поговорили о нашем молодом человеке. Я бы хотела вернуться к Станиславу, чтобы вы подробнее рассказали о нем. Он все-таки командир команды, волейболист, капитан команды. Ну, дело в том, что Станислав представляет командный вид спорта, волейбол. А командный вид спорта все-таки он коллективный, и там роль капитана, конечно, очень важна. Он объединяет, нацеливает, он выдерживает самый основной удар. Общий настрой. Да, настрой, он мобилизовывает всех. И Юрий Афанасьевич очень положительно отзывался о Станиславе, что действительно проявили себя наши ребята. Ну, там не только Станислав, еще двое ребят с Вулканеж. Станислав был лидером команды и был надежной опорой у тренера. Хочу сказать, что Вулканежская школа является флагманом не только у нас в Гагаузе по волейболу, по мужскому волейболу. А в целом она на ведущих позициях во всей республике Молдова. В следующую программу мы непременно их тоже позовем, для того, чтобы о них тоже знали жители нашей автономии. Просто, к сожалению, у нас в студии нет столько много места для того, чтобы показать всех участников. Мы не смогли всех участников, конечно, принести. Но мы их благодарим с экранов за участие и за то, что они достойно участвовали в этом виде соревнований. И хотел бы добавить, что наша команда в волейболе заняла очень высокое место. Это второе место. Они в финале играли со сборной Киргизии. Дело в том, что они попали со сборной Киргизии. Они играли и на групповом этапе. И они их переиграли. Но когда вышли с ними в финал, вся команда говорит, что весь зал болел за сборную Киргизии, потому что там было очень много представителей со Средней Азии. И болельщики, наверное. Наших болельщиков там, молдавских оказалось, поменьше. Поэтому ребятам было чуть-чуть психологически тяжело. Но мы знаем, над чем работать. Надо их психологически закаливать, чтобы они были стойкие. Надо верить в себя всегда и знать, что вы всегда номер один. Всегда. И ни на сколько не сомневаться в этом. И тогда даже те, кто болеют не за вас, в это поверят. Это очень важно. Я надеюсь, что все будет лучше. Первое место за нами. Сергей Георгиевич, как вы всю эту неделю мониторили результаты? Я представляю, как вы тоже переживали, не поехав с делегацией. Сидеть здесь в автономии вам тоже было, наверное, волнительно. Вот как вы вечером созванивались? Во-первых, каждый вечер я созванивался и с руководителем, и с тренером. Они меня информировали по нашим результатам. Самый первый результат пришел, что Марина с Димой заняли третье место в личном, в командном. И Владислав занял третье место в личном среди шахматистов. Наша девочка заняла седьмое место. Мы считаем, что это тоже очень высокий результат. В целом, теннисисты, шахматисты, они тоже показали очень высокий класс. Потому что по настольному теннису очень была тоже сильная конкуренция. И наши ребята показали себя с наилучшей стороны. Они в последний день соревнований выступали уже в смешанном. Играла Марина вместе с Димой. Парной. И они заняли достойное второе место. Молодцы. Это же еще нужно сориентироваться, научиться работать в паре, для того, чтобы синхронно двигаться и синхронно принимать решения. Ну, это сказывается работа тренера, президента. Это безусловно, конечно. Это результаты работы клуба «Антарис». Вот, еще раз давайте поговорим про этот клуб. Расскажите о руководителе. И как давно он функционирует? Насколько вы обладаете информацией? Ну, клуб уже функционирует более пяти лет. Основал клуб Саранди Иван Харлампович. Он является президентом клуба. И заодно он также является... Он в прошлом году был избран президентом федерации настольного тенниса Республики Молдова. Я хочу сказать, что та материально-техническая база, которая имеется во взрыве, я думаю, что в Республике Молдова нет аналогов именно такого качества базы. Иван Харлампович очень много вкладывает в своих личных средств для того, чтобы ребята могли, во-первых, в хороших условиях тренироваться. Очень профессиональные тренера. Милентьи Николай Евгеньевич и Анна Милентьи, Анна Федоровна, тоже вместе тренируют. За такой небольшой промежуток времени они показали очень высокий результат. Ребята принимают участие во многих международных турнирах, представляют сборную Республики Молдова, выезжают на чемпионаты мира, на чемпионаты Европы выезжают. Хочу сказать, что эти небольшие пять лет говорят о том, что была проделана колоссальная работа, и ребята наши очень конкурентоспособны не только в Республике Молдова, но и за рубежом. И результат Марины и Димы Лозова тому является подтверждением. Спасибо, Сергей Георгиевич. Мариночка, вот мы говорим, говорим о тебе. Расскажи, пожалуйста, теперь нам сама о том, что ты почувствовала, когда узнала, что ты поедешь в Москву на эти соревнования? Слезы от счастья были? Слезы от счастья были. Я очень обрадовалась, когда я услышала про это, когда у меня спросили, ты хочешь поедать в Москву, хочешь участвовать? Я сказала, конечно, я хочу, почему бы и нет. Это очень хороший опыт будет. Это был твой первый выезд за территорию? А где еще уже была? Я была на Украине, кабинет в Подольске, Германия, Дюссельдорф, Болгария, Албена, потом Румыния, в двух городах это Думбровица и... Сейчас как-то называлась, я забыла. Ничего страшного. А что, в Румынии? Да. В Румынии, да. И в России сейчас, в Москве. Ты сделала себе такой вывод, что занятия спортом не только полезны для здоровья, но и позволяют вам, молодым спортсменам, увидеть мир, побывать где-то, с кем-то познакомиться? Конечно. Скажи, пожалуйста, вот что... Или как отреагировали твои родители, когда узнали, что ты поедешь в Альсии? Сложно ответить. Почему? Обрадовались или боялись отпустить? И то, и то. Но ты выступала с Дмитрием в паре, да? Да. Как вам удалось синхронизировать свои... Ну, конечно, без ссор не обошлось, но мы еще до этого с ними играли вдвоем, то есть мы уже привыкли к друг другу, поэтому нас вдвоем отправили, потому что сказали, что вы очень хорошо... Работаете в паре. Работаете в паре, да, у вас хорошая команда от вас будет. А как ты узнала о том, что вот у вас в населенном пункте есть... Наверное, тогда он был кружок тенниса. Нет, сразу... Сразу был клуб, да? А вот клуб настольного тенниса. И кто тебя туда привел? Меня никто не приводил. Это были отборы в школе. Пришли Николай Евгеньевич, главный тренер Иоанна Федоровна, и они давали нам несколько заданий. И мы сначала их выполняли, нам потом сказали. То есть, например, по сути, на одной ноге. Они посмотрели на координацию. И потом, когда нас посмотрели, мы остались дальше на физкультуре. Нам потом на пятом уроке, по-моему, пришли и дали листочки. Кто им понравился, дали листочки и сказали, приходите в 5 часов вечера на первую вашу тренировку. Так я и пришла. Тебе понравился этот бит спорта? Чему учит настольный теннис, на твой взгляд? Вот тебя лично саму, чему он научил? Сосредоточенности, внимательности, может быть, рассчитывать все наперед, усидчивости. Рассчитывать все наперед. Усидчивость тоже очень нужна там. Потом в психологическом настрое очень важно. Ловкость и внимательность. Ловкость, внимательность, скорость, да. Планируешь ли ты и дальше заниматься этим видом спорта? Да, планирую в будущем. А вот твои друзья ходят тоже в этот клуб на занятия? Друзья? Ну, смотря из класса, нет никто, кроме меня. Ходил раньше мальчик, но он бросил потом. То есть ты занимаешься в этом клубе около 5 лет уже? Скоро 6. Да, скоро 6-й год. На соревнованиях с кем-нибудь подружилась? Удалось познакомиться? Конечно. С очень многими, особенно с монголами. Я подружилась потом с Россией, с казахами, с Арменией хорошо подружилась тоже. Потом в Египет был, с Китаем. А вот тренер по волейболу и руководитель делегации находили правильные слова для того, чтобы настроить вас на соревнования? Ну, в основном мы с Димой друг друга настраивали. А так, по вечерам они говорили, давайте мы вас верим. Ну, это тоже очень большая, конечно, поддержка. Спасибо, Мариночка. Передаем микрофон Ксении на кокло. Ксения у нас волейболистка. Ксения, сколько лет ты уже занимаешься волейболом? Ну, я занимаюсь около 5 лет. Мне это нравится, я получаю от этого только удовольствие. Буду продолжать дальше в том же духе. Кто твоя самая главная поддержка? Ну, это, конечно, родители и тренер. Они мотивируют, поддерживают нас, всегда нам дают задачу какую-то, мотивируют постоянно. А почему именно этот вид спорта ты выбрала? Ну, моя старшая сестра начала ходить, я за ней. Сначала я пошла, мне не понравилось что-то, я оставила на пару месяцев. Потом вот я заново начала ходить и до сих пор хожу и ни разу не пожалела. Об участии, когда ты узнала в этих соревнованиях, что почувствовала, что сказали родители? Я, конечно, обрадовалась, конечно, потому что я зимой была на этих играх. И зимой даже подумать не могла, что еще раз туда попаду. И вот и родители гордились мной, то, что вот опять за страну какую-то в Россию. И вот я очень рада. Ксения, я хочу уточнить тот факт. И зимой тоже были такие же, да? Это что, получается, зимние и летние? Или это были другие соревнования? Нет, в прошлом году в декабре месяце проходили шестые игры. Ага, сейчас. Тоже нам Российский центр науки и культуры в Республике Молдова. Они нам организовали поездку. Дело в том, что команда себя хорошо проявила, достойно представляла Республику Молдова. И от них же последовало такое же предложение. Сейчас от седьмых. Да, и в седьмых играх. Потому что гагаузы, они весь бывший Советский Союз, они очень известны. Да, наши дети очень талантливы. Да, и было очень нам приятно, что гагаузов очень уважают и приглашают. Ну, еще раз хочу выразить огромную благодарность руководству Российского центра науки и культуры Муравьева Андрея Михайловичу, заместителям нашей Датальи Анатольевны. Благодаря им они очень нам содействуют, чтобы наши команды из гагаузов постоянно... Получили такой опыт, да? Они являются нашими партнерами. Мы постоянно, благодаря им, имеем возможность выезжать. И раньше выезжали в Ханты-Массийск, визуала команда, но только по отдельным видам спорта. И в Казани выезжала. А вот на шестые, на седьмые игры команда была представлена уже по трем видам спорта. Спасибо, Сергей Георгиевич, за уточнение, чтобы мы знали. Расскажи, пожалуйста, еще. Вот результатом довольна? Я, да. Не так, как зимой. Сейчас лучше. Команда у нас собралась посильнее. И я очень довольна результатом. Как поддерживали вас ваши тренера? Они нам давали мотивацию, то, что вот, выиграете, потом опять куда-то поедем. И всегда поддерживали нас, верили в нас. Их вера нас как бы окрыляла. А кроме выездов в Россию, где-то еще у тебя удалось побывать? Нет. Пока только так? Да. Ну и, естественно, в соревнованиях на территории Республики Молдова тоже принимаете активное участие. Большое спасибо вам, Ксения. Сергей Георгиевич, я вот хочу такой вопрос задать. Сразу он почему-то у меня возник. Скажите, пожалуйста, а как реагируют остальные члены того или иного клуба, дети, допустим, да, той же волейбольной команды? Ведь не всем удалось побывать. И получается, из определенного количества людей едет кто-то, там, один, два, три, четыре человека. Вот тут как удается успокоить детей и сказать им, обещать, например, что в следующий раз вы поедете. Сделать так, чтобы не было обидно ни им. И, конечно же, есть еще здесь, нужно отметить, что и родители есть такие, которые, наверное, тоже иногда возмущаются. А почему вот мой ребенок не поехал? Почему мой ребенок не попал? Вот тут где найти эту грань для того, чтобы объяснить? Вы понимаете, о чем я говорю? Да, я вас прекрасно понял, Ирина. Я хочу сказать, что по тем видам, которым нам предоставлялась возможность представлять Республику Молдова, значит, мы выбрали волейбол, настольный теннис и шахматы. Потому что там еще были такие игры, которые не могли нам обеспечить полное представительство. Но мы исходили из того, что, учитывая, что команда по волейболу, она формировалась по смешанному виду, у нас есть сильная школа волейбола мальчиков в Вулкане. Они сильнейшие, им альтернативы нет. И самая сильная команда девочек, конечно же, с Копчака. И самое, на что мы еще отценили большое внимание, мы хотели, чтобы команда наша была представлена всеми регионами. У нас представлен Вулканежский район тремя мальчиками, Чадарунский район у нас представлен тремя девочками, волейбольная команда и девочка по шахматам. И Камрадский район был представлен теннисисты и Владислав. Ну, по теннисистам клуб «Антарис» – это флагман не только Гагаузи, это флагман всей Республики Молдова. Поэтому тут у нас не было им альтернативы, потому что на зимние игры были отправлены ребята из Копчака. То есть в этот раз мы предоставили возможность нашим сильнейшим теннисистам, которыми являлась Марина и Дима. Дело в том, что там еще были определенные ограничения по возрасту. То есть именно могли приехать туда ребята в 2008 год и младше. Хочу сказать, что по нашим всем видам спорта наши ребята даже были 9-го, а Владислав вообще 11-12-го года. То есть резерв огромнейший. Наши ребята даже были младше своих сверстников, но это не мешало им очень сильно и достойно представлять Молдову и Гагаузию. Сергей Георгиевич, мы видим кубки, видим медали наших спортсменов. А вот вы как планируете отметить почетно как-то наших спортсменов? Может быть, премия отдельная? Ну, я скажу так. Или секрет пока? Я скажу так. Значит, мы команду, наше управление экипировало. Были костюмы, футболочки. То есть с нашей стороны тоже была поддержка. Поддержка была. Поддержка, да. Всем участникам команды были выданы спортивные костюмы, футболочки. И, конечно же, мы еще будем им организовать в летний период. С символикой Гагаузии, да? Конечно. С гербом Гагаузии, с надписью Гагаузии и с надписью Молдова. Они представляли нашу страну, нашу родину, республику Молдова. Путевочку в лагерь? Подумаем и в лагерь насчет них тоже. Спортсмены должны отдохнуть, Сергей Георгиевич. Но мы им организуем хорошую поездку в Кишинев, туристическую, чтобы маршрут выходного дня мы им организуем. Я думаю, что мы еще вместе соберемся и подумаем. Я хочу выслушать их предложения, что бы им хотелось бы увидеть, чтобы в летний период они могли хорошо отдохнуть. Все-таки у них каникулы, они должны отдыхать. Они поработали, достойно поработали. Им предстоит осенью опять пойти в школу, начнется новый учебно-тренировочный процесс, где они будут опять повышать свое спортивное мастерство и готовить себя к будущим победам. Сергей Георгиевич, а известно уже, когда будут восьмые игры, когда запланированы они? Ну, учитывая, что седьмые проведены были сейчас... Через полгода практически? Скорее всего, уже мы с организаторами свяжемся и обязательно попросим, чтобы, учитывая наше хорошее выступление, чтобы они нам предоставили возможность еще раз команду туда диригировать. По десятибальной шкале, а как вы оцениваете участие во всемирных играх юных соотечественников? Вот как начальник управления молодежью спорта? Ну, оценка, чтобы была не только для спортсменов, но и для представителей делегации? Ну, я хочу сказать, что в этом турнире приняло участие 27 команд. 27 команд. И во всех видах спорта наши ребята являлись призерами. Учитывая степень высокой конкуренции, я оцениваю участие наших ребят и, конечно же, руководителя, тренера по десятибальной системе, мы ставим десятку им. Заслуженно. Мы ставим высокую оценку, потому что мы считаем, что команда выступила очень достойно. Сергей Георгиевич, а что планируется проводить в ближайшее время? Вот вы пришли к нам в студию, к нам в ГРТ, с папочкой документов и сказали, что вот здесь у меня планы. Что нам ожидать в плане спортивных организаций в ближайшее время? Ну, вы знаете, я хочу сказать, вы знаете, так у нас составлен план спортивных мероприятий, что в летний период чаще всего, конечно же, у нас такое небольшое затишье. У нас проводятся турниры, сейчас, в настоящее время проводится Кубок Гагаузии по футболу. У нас в этом месяце будет проведен очень турнир высокого уровня в селе Бежгёш памяти, Тюлю, Петра. Но в целом у нас в летний период времени такое в спорте затишье. Ну, с сентября месяца у нас возобновятся чемпионаты, турниры, памятные турниры. И я думаю, что... С новыми силами. Да, пусть дети должны отдохнуть, поехать на море, поехать в лагеря, набрать сил, каких-то положительных эмоций, чтобы себя не могли мотивировать на высокий... Во-первых, на труд учебно-тренировочный и, конечно же, на высокий результат. Спасибо большое, Сергей Георгиевич. Еще один вопрос я хочу задать вам, Святослав Афанасьевич. Вы занимаетесь в большей степени с детьми, с подростками, так получается? Ваша работа связана с организацией. Вот какие слова вы находите для того, чтобы подбодрить, внушить нашим спортсменам, нашим детям, что они самые лучшие, самые ответственные, что они непременно справятся? Вот как? Как настраиваете? Ну, я им всегда говорю, поддерживаю их, в первую очередь. Всегда им говорю, чтобы они старались. У них всегда получается, они учатся всегда. Всегда их поддерживаю. Словами как бы нет, но всегда как бы присутствую. Большое спасибо за ответ. Юрий Афанасьевич, расскажите, пожалуйста, теперь уже сколько лет вы тренер по волейболу и сколько лет вообще занимаетесь этим видом спорта? Я девятый год уже тренирую. Но так, что профессионально заниматься волейболом никогда у меня своего. Вот, ну, тренера не было у меня своего. Я любитель. Я со времен, со школьных лет я всегда занимался, оставался после уроков, играл в волейбол там с одноклассниками. А почему не футбол, например? Не знаю. Как-то больше, хотя и футболом тоже занимался. У нас вся семья, большинство футболистов. Могу даже отметить то, что сейчас вот сборная Молдовы играла с Польшей. Мой племянник забил победный гол. Это ваш племянник, да? Я же говорю, вот у нас в каждой семье звезды, Сергей Георгиевич. У нас реально футбольная больше династия так идет. Ну, что ты меня больше на волейбол потянула? Не знаю. Значит, возможно, принесете и вы какую-то славу своей семье. Ну и не раз. Я уже с девочками. Больше у меня имею в виду. Они 4 года чемпионы республики среди школ. Серебряные призеры республики, бронзовые призеры, неоднократные уже. Это тоже хорошие места. Это несомненно хорошие места. Это просто великолепно. Для села, которые мы показываем в республике Молдова, это очень хорошие результаты. Дети к вам с радостью приходят на тренировки? Еще как. Да? А вы используете больше метод кнута или пряника? Более строгие или стараетесь быть, например, вторыми родителями? Или смотря по ситуации? У меня вот так. Больше такое. Бьет, значит, любит. Но бить мы, конечно, еще не бьем. Ну, мы это говорим сейчас условно, уважаемые телезрители. Конечно же. Надо немножко построже, чтобы они понимали, что я тренер. Дисциплина нужна. Я люблю когда требовать. Дисциплина – это в первую очередь. Не пропускать тренировки. Какая у вас возрастная категория тех, кто занимается? От и до? У меня есть из первого класса девочки, которые ходят на волейбол. И есть, которые 11-12 класс. А вот вы сразу замечаете в ребенке задаток того, что это будущая чемпионка? Есть, есть такое, но у нас выбора мало. У нас какое-то село, приходят дети, мы не выбираем. Что приходит, мы над теми работаем. Но бывают такие девочки, которые, вот, например, Ксения Накогла. Я первый раз, когда она пришла на волейбол, я увидел у нее пальчики очень длинные и чувствительные. Она, оказывается, в то время, даже сейчас, она занималась пианино. Да, фортепиано занималась. Я сразу думал, с этими пальцами ей нужно только в волейбол играть. Я к ней домой ходил, когда вот она оставила на пару месяцев. Я ей с родителями сказал, не надо, не надо, все, надо, не надо бросать. И убедили родители, и я убедили, что надо заниматься вперед и только вперед. Важно, когда и тренер заинтересован в том, чтобы тренировки шли, как можно больше было воспитанников. Я желаю вам удачи. Спасибо. И уверена, что еще очень много побед вас ждет. Сергей Георгиевич, я бы хотела, чтобы в завершении нашего выпуска вы обратились, например, к родителям, к детям. Ведь у нас, в нашей оптономии, я знаю, что есть дети, которые не ходят ни в какие клубы, не занимаются спортом. Скажите, вот обратитесь к ним с просьбой, чтобы как можно больше привлечь молодежь к спорту, для того, чтобы укрепить свое здоровье и, конечно же, представлять нашу автономию на всякого рода соревнованиях. Ну, хочу в первую очередь поблагодарить родителей наших ребят, которые действительно очень многое сделали для того, чтобы ребята могли поехать. Потому что действительно это большая была и ответственность перед руководителями делегации, перед тренером. Но родители им доверили, не побоялись. Они были уверены в своих детях, что они и дисциплинированы, и что они ответственны. И, конечно же, они хорошие спортсмены. Это, в первую очередь, большое спасибо родителям наших спортсменов, которые поехали. Ну и, конечно же, хочу обратиться к родителям всей Гагаузии. У нас в Гагаузии за последние 8 лет очень многое было сделано. Хочу сказать, что даже число занимающихся спортом у нас увеличилось более чем на полторы тысячи. У нас функционеров 9 спортивных школ и 1 спортивный лице. Очень многое делается для того, чтобы улучшать инфраструктуру. Делаются ремонты в спортивных залах. Построены нашими партнерами, нашими друзьями, братьями из Турции региональный спортивный комплекс, который является гордостью не только Гагаузии, но и гордостью всей республики Молдовы. Очень многое исполнительным компетентом Гагаузии делается для того, чтобы увеличить финансирование в развитии многих видов спорта. Для участия наших спортсменов в международных чемпионатах мотивация. Помогаем нашим клубам, которые представляют Гагаузию в чемпионате Республики Молдова. То есть хочу сказать, что в Гагаузии очень хорошая положительная тенденция. За вот эти последние 8 лет большая работа проделана. Есть все возможности для развития спорта. Поэтому мы призываем, приглашаем всех родителей, у которых дети не вовлечены в занятия спорта. Пожалуйста, отдавайте. У нас очень большой выбор. У нас есть очень большое предложение. И мы вам гарантируем, что участие, как наши ребята участвовали в Москве, оно намного увеличится. И мы будем достойно представлять нашу Гагаузию и Республику Молдова не только у нас в стране, но и за рубежом. Я благодарю вас, Сергей Георгиевич. А для наших телезрителей я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был Сергей Георгиевич Станиногл, начальник управления молодежи и спорта Гагаузии, Святослав Монастырлы, руководитель делегации, а также представитель управления молодежи и спорта, Юрий Бабогла, тренер по волейболу и участники этих соревнований Ксения Накогла, Владислав Иварлак, Киризи Станислав и Марина Язаджи. Вы смотрели программу «Обсуждаем вместе» на канале ГРТ. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин